Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим под номером 427. Задача рабочего номер 427 была проста. Он сидел за столом в комнате номер 427 и нажимал на кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе и в них указывалось, какие кнопки надо нажать, как долго их надо жать и в каком порядке. Рабочий номер 427 делал это каждый день, каждого месяца, каждого года. И если для кого-то такая работа могла стать угнетающей, то Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. И Стэнли был счастлив. Но однажды случилось нечто очень странное. Нечто, что навсегда изменит Стэнли. Нечто такое, что он не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час, когда внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Никто не пришел дать ему указания, позвать на совещание или просто поздороваться. За все годы работы в компании такого не случалось. Такой полной изоляции. Что-то явно было не так. Стэнли был абсолютно шокирован и долгое время не мог сдвинуться с места. Но потом он пришел в себя, собрался, встал из-за стола и вышел в коридор. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может, он просто пропустил уведомление? Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Но и тут никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться в кабинет начальника, с надеждой найти ответы там. Подойдя к лестнице, Стэнли пошел наверх к кабинету начальника. Зайдя в дирекцию, Стэнли был снова ошеломлен отсутствием хоть кого-то живого. Совершенно шокированный, Стэнли начал гадать, кто все это устроил, какие темные секреты от него скрывали. Чего он не мог знать, так это того, что кнопочная панель за столом начальника охраняла ужасную правду, которую начальник от него скрывал. И для этого начальник поставил на нее особо секретный код. Два, восемь, четыре, пять. Но каким-то образом, нажимая на случайные кнопки, Стэнли угадал правильный код. Невероятно! Он зашел в открытый проход. Спускаясь с глубины здания, Стэнли заметил, что чувствует себя как-то особенно. Зарождающиеся эмоции в груди, словно он мог свободней думать, сомневаться в смысле своей работы. Почему он чувствовал это сейчас, но не задумывался об этом годами ранее? Этот вопрос не останется неотвеченным надолго. Стэнли пошел прямо и зашел в дверь, над которой было написано «Станцию управления сознанием». Цвет залил гигантскую комнату с множеством экранов. «Какой ужасный секрет хранила эта комната», — подумал про себя Стэнли. «Хватит ли у него мужества это узнать?» Теперь загорелись мониторы, раскрыв свое настоящее предназначение. На каждом из них был номер работника здания, коллег Стэнли. Жизни стольких людей, упрощенные до изображений на мониторе. И Стэнли был среди них, под постоянным присмотром в этом месте, где свобода была всего лишь пустым звуком. Эта станция управления сознанием слишком ужасна, чтобы поверить. Это просто не могло быть правдой. Неужели Стэнли действительно был все это время под чьим-то контролем? Только поэтому ли он был доволен своей нудной работой? Потому что его эмоции сказили, чтобы он слепо принимал команды? Нет, он не хотел в это верить. Он не мог этого принять. Его жизнь под чьим-то контролем? Да никогда! Ведь о таком было сложно и подумать. Разве такое возможно? Неужели он действительно провел всю свою жизнь, не видя правды? Но вот и доказательства. Сердце станции. Кнопки, подписанные эмоциями. Счастлив. Или несчастен. Или доволен. Ходьба. Прием пищи. Работа. Все прослеживалось и управлялось из-за этого места. И когда холодная реальность прошлого начала укладываться в голове, Стэнли решил, что эта система никогда не будет больше иметь власти над чьей-либо жизнью. Ибо он сломает. Положит этой системе конец. Темнота и пробирающий холод неуверенности. Получилось? Да, он победил. Он победил систему. Освободил себя от чужой власти. Свобода была уже так близко. Но все же, пока огромная дверь медленно открывалась, Стэнли задумался о том, сколько загадок осталось без ответа. Куда подевались его коллеги? Как он освободился от контроля системы? И какие еще секреты скрывало это странное здание? Но с первыми лучами солнечного света, упавшими на полкомнаты, он понял, что его это не волновало. Ведь не знания и даже не власть его интересовали, а счастье. Возможно, его целью было не понять, а отпустить. Никогда ему больше не скажут, куда идти, что делать и как себя чувствовать. Какую бы жизнь он ни прожил, она будет его личной. И только это ему было важно. Только это, возможно, стоило понимания. Стэнли вышел в открытую дверь. Он почувствовал легкий ветер на коже. Чувство свободы. Невероятный потенциал нового пути, который перед ним стоял. Именно так, прямо сейчас, все и должно было произойти. И Стэнли был счастлив. Счастлив.